Далее я приглашаю на сцену Юрия Накагава. Очаровательная Юрия любит путешествовать по Японии. По работе она посещает несколько городов в месяц, поэтому хорошо знает, как интересно провести время в разных городах Японии. Сегодня Юрия расскажет нам про города, откуда приехали наши языковые школы. Добрый день, дорогие все! Скажите, пожалуйста, есть ли у вас интерес к подобного рода иллюстрациям? Сейчас я вам кое-что интересное, надеюсь, для вас расскажу. Тем, кто видит меня первый раз, разрешите представиться. Меня зовут Накагава Юрия. А тем, кто, может быть, уже второй раз посещает мероприятие, тем более мне радостно и отрадно вас видеть. В сергею на YouTube-минейке я посмотрю, что есть люди, которые были видны в YouTube-минейке, но я опять представлюсь в Токио-минейке. Возможно, для многих из вас уже знакомы с моим родом деятельности и видели мои видеоблоги, но тем из вас, кто еще не знаком со мной, достаточно хорошо, я немного расскажу о себе. Я очень люблю музыку, поэтому сейчас в Токио, кроме всего прочего, я работаю диджейом. И еще одним моим большим увлечением является мир моды, Поэтому я являюсь постоянной посетительницей токийских модных показов, делаю репортажи с этих показов. И у меня достаточно много подписчиков в Инстаграме, которые с удовольствием черпают информацию о новинках японской моды, о всем том новом, что происходит в японской столице. И я думаю, что в прошлом году на семинаре я рассказывала о тенденциях, последних актуальных направлениях моды в Токио, и это имело достаточно большой успех мой рассказ, поэтому в этом году я решила рассказать вам о других городах, не столичных городах Японии. Ну, прежде всего я хотела продемонстрировать вам видео, которое было подготовлено совместно с всеяпонской туристической ассоциацией JNTO. И, возможно, что в прошлом году кто был, уже видели его, но оно мне нравится, поэтому давайте посмотрим его еще раз. YouTube-ринк, пожалуйста, нам дайте видео по ссылочке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Но я думаю, что в городе, в том числе, как и так, как и так, как и так, как и так. В городе, в Токио, в большинстве людей, это такое представление. Токио, это город небоскребов, город бетона, город мощенных асфальтов улиц. В Токио есть храмы, в Токио есть замечательные виды на Токийский залив, есть, конечно, и знаменитый район Харадзюку. И, конечно, Токио очень быстро подхватывает все самое новое, актуальное, что рождается, может быть, не в самом Токио. Это идеальное место пребывания для тех, кто любит всегда быть в центре событий, кто любит быть всегда в курсе всех новинок и сам, может быть, является законодателем таких трендов. Вот мне очень, кстати, из недавнего, что я видела в аниме, вот этот очень понравилось, рекомендую. Следующий город, который мне хотелось бы вам рассказать, это Киото. Киото, древняя столица Японии. Киото, в Киото, в Киото летом очень жарко, зимой очень холодно. Вот такие контрасты температурных режимов можно встретить именно в Киото, но Киото, конечно, кроме этого известен прежде всего богатейшей культурой и огромным количеством присутствия исторических памятников. Я тоже, вообще, что я любил в Киото, научно-народное на Л academia. Я тоже, когда выезжает в Киото? Киото, в Киото, в Киото. Я тоже любил в Киото, поэтому в Киото выживают меня в Киото. Я тоже любил, когда мы ходим в Киото. древнюю культуру Японии и очень много ездила, смотрела разные достопримечательности и проживая в Киото очень легко получить транспортный доступ в другие города этого региона, который называется Кансай, можно и в Осаку съездить, и в Нару можно съездить, поэтому это, конечно, идеальное место для тех, кто любит путешествия, любит достопримечательности. Вот эта фотография сделана, пожалуй, в одном из самых известных храмов в Киото, который называется Фусими Инари, Храм Тысяча Ворот. В последние годы в Киото становится все больше иностранцев, которые приезжают туда на кратковременно, либо долговременно. И, конечно, действительно очень много иностранцев, которые можно увидеть в самых разных местах, но есть еще заповедные такие места, есть еще некоторые виды деятельности, которые не все иностранцы хорошо распознали. Я вам, например, обязательно советую как-нибудь подружиться с каким-то настоятелем храма и, может быть, посетить церемонию медитации в храме, провести ночь в храме или обязательно присутствовать на буддийском служении. Вот моя подруга в Киото, она преподает йогу, и вот у нее есть интересные практики в буддийских храмах на тему йоги. Вчера в Санкт-Петербурге на наш семинар пришла девушка, которая рассказала, что она увлекается суибоку-гажей, выписью тушью, или ее называют еще сумее за рубежом. Конечно, таким людям, как она, увлеченным традиционными японскими искусствами, я бы в первую очередь рекомендовала рассмотреть возможность обучения в Киото. Вот как видно на этой карте, схематически здесь изображены главные достопримечательности только центральной части Киото. И видно, как здесь много различных храмов и садов. В Японии сейчас определенная нехватка рабочей силы наблюдается, это имеет отношение к Киото. Поэтому вот у меня есть, например, знакомый француз, который подрабатывает в буддийском храме в Киото. И таких возможностей, необычных подработок в Киото достаточно много для всех. Следующий город, о котором я хотела бы вам рассказать, называется город Омия. Это город Омия, который находится в префектуре Сайтама, достаточно близко она расположена к центральному району, к Токио. Ну, в центре города, ну, фактически пейзаж очень похож на тайкийский, тоже много небоскребов, много зданий, тесная застройка. Фактически Омия является одним из городов спутников в Токио, откуда люди ездят на работу каждый день в Токио. То есть это своего рода большой-большой спальный такой квартал, спальный район, прилегающий к Токио. Ну, и кроме того, в Омия, конечно, гораздо больше возможностей контакта с живой природой. И в самом городе Омия народу гораздо меньше, количество жителей меньше. Поэтому тем, кому не нравится вот такая чересчур беспокойная столичная жизнь с перенаселенным, с большим перенаселением, я бы рекомендовала обратить внимание на город Омия, тихий, спокойный, провинциальный, милый японский город. Ну, и кроме того, важный момент, жизнь в Сайтама несколько дешевле, чем в центральных городах Японии. И многие вещи, необходимые каждый день, обойдутся здесь гораздо за меньшую сумму. Там также есть небольшие исторические районы с очень уютной атмосферой. Поэтому тем, кто привык жить в своем ритме, тем, кто не любит суеты и поспешности, я от всей души рекомендую этот город. Да, 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 да. Следующий город, который я хотела бы представить, это город Фукуока. Фукуокаの特徴としては,本当に,こういう繁華街が多かったり, 女の子が可愛い子が多いんですよ. Это город у нас считается один из городов красивых девушек в Японии. Там очень, концентрация красавица в Фукуоке гораздо выше, чем в других японских городах. Поэтому часто вот туда ездят, подбирают себе невест. Это очень красочный, очень яркий город. Ну, и кроме того, Фукуока у нас славится еще великолепной кухней. И кроме того, что он очень там вкусная кухня, она еще и дешевая. Поэтому люди там с утра с самого начинают пить, есть, приступают к этому делу основательно. Поэтому я думаю, что у меня есть фукуоке, например, у меня есть фукуоке, например, у меня есть фукуоке, я очень рекомендую этот город. Особенно рамен, это считается одной из столиц рамена в Японии. Ну, и кроме того, Киусю, остров Киусю, на котором располагается город Фукуока, это остров, богатый как природными, так и историческими ресурсами. Один из самых известных достопримечательностей этого региона, это великолепный парк Глициний, где находится вот такой известный во всем мире тоннель Глициний. И недавно моя знакомая ездила туда, говорит, это впечатление выше всяческих похвал. Это изумительное совершенно место. И в Фукуоке, Киусю, есть интересные места, и есть айланды, и есть айланды. Ну, вообще на Киусю очень много можно увидеть того, что подходит, как раз к разряду необычной Японии, например, вот кошки, город Кошек, то есть, ну, с какой-то повышенной концентрацией Кошек. И еще, например, остров Якушима, который относится также к достоянию ЮНЕСКО, и на этом острове произрастают деревья, исполины, старинные деревья, возраст которых достигает нескольких сот лет. А вот на этом острове живут боги, у нас недавно он тоже получил статус сохраняемого ЮНЕСКО. Сугавару Мичидзан. Сугавару Мичидзан. Он хочет достичь особых успехов в любом учении. Вот прямая дорога в этот храм, и японский покровитель тоже окажет вам свою помощь. В этом случае, я бы вам показал, что все вместе с другом, они имеют разные атмосферы, поэтому я бы хотела бы выбрать его. При выборе школы немаловажное значение имеет окружающая среда, вот маленький свой микрокосмос, которым вы можете оказаться, поэтому я рассказала вам об этих основных городах, чтобы каждый подобрал что-то по своему образу жизни, по своим предпочтениям. Таким образом, в Японии повсеместно сейчас наблюдается дефицит рабочей силы, то найти хорошую подработку, квалифицированную, в том числе и в качестве переводчика. С японского языка на свой родной язык не представляется большой сложностью даже для столичного региона. Я очень надеюсь, что все вы, кто попадет в Японию, в этом преуспеете. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо Юрию.